ну что ребят приветствую вас на своем канале феншоп полезный не очень сегодня будем проверять один лайфхак а именно имеем вот такой вот чехол который шел в комплекте так сказать временный но как она обычно бывает постоянно со временем все вот эти силихоновые чехлы становятся желтым вот как у меня в данном случае вот я взял на вот этом бумаге специально показать а в отдельных случаях в запущенных коричневыми вот без слез на такие чехлы явно не взглянуть конечно можно заказать те чисто теоретически чехол из китая более или менее нормального качества чтобы пришел на это время 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 еще раз время особенно с нашей почты сейчас когда все посылки практически идут с огромным запозданием я задался вопросом можно ли их отбелить при и привести в первозданный вид сегодня будем пробовать это сделать но перед этим попрошу вас подписаться на канал поставить лайк или дизлайк написать какой-нибудь комментарий вам не сложно а мне это очень сильно поможет в развитии моего канала спасибо ну что поехали так ну вот для этого нам непосредственно понадобится есть посидел посидел по хумеку пара пара раскинул мозгами так сказать и решил что даже в этом случае нам понадобится обычная сода пищевая кальцинированная я не знаю какую вы только найдете мыло обычное мыло хозяйственное но непосредственно наш силиконовый чехол который мы будем отбеливать видите взял специально на белом фоне чтобы было видно все буду снимать один дублем чтобы потом меня не обвинили что я якобы подложил другой чехол в интернете огромное количество видео разных способов отбеливания чехла но я посмотрел на все эти видео но скажу так ребят ну большинство из них то есть 80 процентов этот тупый тупой развод то есть когда берут обычный страшный чехол и ложка точно такой же но уже чистый в конечном эксперименте а второе но это просто стекло понимаете я понимаю конечно что отбеливать чехол который стоит там я не знаю 50 40 рублей это конечно такое себе удовольствие но но вот как в данном случае сейчас почта у нас работает через задницу некоторые посылки у меня идут уже 90 а то и 120 дней и не факт что они еще дойдут заказывать чехол который будет идти 4-3 месяца как-то не очень хочется а кормить барыг местных которые продают обычные чехлы за 200-300 рублей тоже как-то в лоб вот будем пробовать давайте приступим поехали так для этого нам понадобится мыло и пищевая сода берем сотейник мыло было желательно нам конечно непосредственно сначала сначала нарезать или натереть на терке ну размельчить в общем чтобы она быстрее растворилась в воде даже вот так пойдет вполне мыло совсем немного потому что чехолчика маленький значит я много не надо да это 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 средство можно будет использовать потом в мойке посуды то есть мойки любого нужного вам нужного кастрюля не знаю посуды все что угодно все я думаю хватит вполне вот так вот мы мыло здесь совсем немножко там по моему грамм грамм 10-15 все берем сотейник и наливаем водички водички буквально сто двести грамм плюс минус ставим на плиту начинаем его нагревать так закроем крышечкой чтобы доводим до закипания воду ну что ли вода у нас закипела забрасываем где-то пол ложечки соды вот видите у нас сразу реакция моментальная все и сюда же забрасываем наше мыло и растворяем главное следите чтобы вся эта масса не выкипела потому что может три секунды и у вас все это дело окажется ждем где-то минут пять-десять пока мыло растворится даже минут пять она растворится смотрел в ютюбе там забавные видеоролики когда люди варили чехлы странно варить силиконовый чехол это сами подумать как можно варить силиконовый чехол он просто потеряет свои свойства потом он деформируется смотрите обычный чехол как он уже сварить даже жесть какая-то да конечно вы отбелите его ну не знаю на своем помощи делаю какой-то но он и потеряет свои свойства то есть у него деформация произведите он просто не подойдет вам на телефон а 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 вот такая вот ребят у нас масса получается такая густая получилась и однородного цвета видите как сгущенка проводит на вкус как она дошла до конницы и не дошла мыло полностью растворилось теперь можно намазывать на торт теперь всю эту массу оставляем прохладное место пускай остынет ну что ребят вот такая вот штука у нас получилось видите вот у нас моющее средство для очистки нашего чехла видите вот такая вот густая вязкая масса вот ей сейчас мы и будем отмывать наш чехол ну вот ребят чуть-чуть более-менее нормальную условие переместился сейчас будем проводить вот такая вот у нас масса густая вот вязкая субстанция получилась ею мы будем и отмывать наш чехольчик сегодня мы отмываем вот такой вот чехол который со временем желтеет силиконовый чехол разрушим мой миф или так для этого нам еще понадобится губка обычная ну и на чем мы все это будем делать вода вот такой вот давайте берем наш чехол опять же таки вот это он это он чтобы не думали что я что-то там меняю ребят нет все честно никакого обмана вот чехол берем наши убивая мокрый и наносим средства а вот она и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот такой вот он Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Отмыл он его, не отмыл Он стал белее, но Не первозданный вид у него точно могу сказать что у него вид не первозданная и наш бампер бампер отделился на но чехол я думал конечно что у тех будет лучше чтобы показать так что решайте сами этот способ действие действенны эффект конечно не вау что я ожидал ну я проверил я проверил ну вот такой вот эффект ребят получился думайте сами решайте сами фейк это или не фейк я попробовал эффекте ожидал конечно более радикальный ну вот что имеем то имеем спасибо что досмотрели видео до конца ставим пальцы вверх подписываемся пишем комментарии и до новых встреч пока пока а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok